Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим об одном инструменте одебиливания мужчин. Инструмент одебиливания, который используют в основном система через пропаганду, но отчасти и женщины могут в конкретных отношениях, конкретная женщина с конкретно мужчиной может этот инструмент использовать. Даже не в отношениях, а скорее при знакомстве, при таких как бы в предотношениях, то есть при зондировании, допустим, мужчины. Даже не то чтобы знакомство, знакомство ну как бы не на предмет межполовых отношений, то есть зондирование. Есть здесь что искать или нет? Если мужчина прогибается вот под этот инструмент, ну значит есть, значит с ним можно заводить отношения. Это искусственное неприятие своего возраста мужчиной. Это очень серьезный инструмент одебиливания. Одебиливание и потом за счет этого манипулирования. Сейчас разберем, как это осуществляется, но сначала маленькое объявление. Хочу еще раз порекомендовать вам нашего комрада. Юлий Пачули, Костоправ. Костоправ, инспектор омолаживающей гимнастики и массажист. Харьков. Все контакты будут в описании этого сюжета. Я уже рекомендовал его, рекомендую еще раз. Это по сути первый комрад, который решил, ну не то чтобы даже бизнес какой-то сделать, заняться каким-то делом в рамках мужского движения. То есть среди комрадов продвигать свои услуги. Преимущественно. То есть, да, есть продвижение на сторону, но фактически основное, скажем, поле продвижения это среди комрадов. И мне это как активисту мужского движения очень импонирует, что появились, появились те комрады, которые хотят работать не на систему, не отдавая там 90 процентов налогов системе, не выслуживаясь перед этой системой, не устраиваясь там на работу, не проходя какие-то тесты на соответствие. Ты хороший раб? Да, 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 хороший. Точно? Не врешь гад. Нет, нет, хороший раб. Ну, ботинок как целуешь? Вот так. Отлично, смотри. Ну ладно, берем, но с испытательным сроком. Вот смотри, а то вдруг это демку крутишь. Вот без всего этого, без всего этого трэша работать внутри мужского движения для комрадов мужского движения. Специалист от бога, специалист, мастер своего дела, поэтому рекомендую Юлий Пачули. Контакты здесь будут, ну и соответственно территориально пока что это только Харьков. Дальше, надеюсь, будет разрастаться. Рекомендую. Ну, а мы возвращаемся к основной теме. Неприятие своего возраста, просто отказ от своего возраста. Если вы не верите в то, что вы не принимаете свой возраст, задумайтесь, как вы воспринимали в 20 лет 40-летних людей? Вот ваши мысли о 40-летних в 20 лет, вспомните. Может быть даже в 15 лет о 40-летних. Ну хорошо, в 30 лет вы их как воспринимали? Уже же по-другому. А допустим, сейчас вам 40 лет. Как вам кажется, ваши мысли сейчас о себе самом, вы так же воспринимаете свой возраст, как воспринимали 40 лет в 20? И тут вы можете сказать, не-не-не, не так же. Это как это у Кикабидзе, там, мои года, мое богатство. Там, когда-то мне, там, кто старше 20-ти, казались просто старики. Вот здесь примерно то же самое, что я, грубо говоря, понял. Это мне по молодости казалось, что 40 лет это много, а сейчас я дожил до 40 лет. Я понимаю, что, блин, да жизнь-то она только в 50 начнется. Вот, а 40 это немного. Обычно именно так себе объясняют изменение восприятия возраста. Но попробуйте воспринимать себя 40-летнего именно так, как в 20 лет вы воспринимали 40-летнего. Нет, не старик, я, например, в 20 лет не воспринимал стариками 40-летних, но уже весьма и весьма зрелый возраст. Далеко не молодой. Далеко не молодой. Попробуйте так воспринимать себя. Вы что-то от этого потеряете, как вам кажется? Ну а потом, с другой стороны, вы что-то от этого приобретете? Просто понимаете, когда вы не принимаете свой возраст, появляются такие явления. Я описывал отдельный ролик, делал об этом. Грубо говоря, некогда бабник, просто там девок менял как перчатки. И в 30 с гаком, почти в 40 лет, бах, нашел не такую РСП. Вот реально, это реальная ситуация. Такая РСП, да, РСП, да, наш там лет на 6-7 старше меня. Но просто кусок шоколада, как говорил мне мой родитель. Просто вот весь мир перевернулся. Вот просто смысл для меня жизни. Не знаю, правда, сейчас как бы все еще открывает смысл или уже на расстоянии бабки качает. Ну, короче говоря, на 6 лет старше, то есть там 5-й десяток уже хорошо, РСП, все шикарно. И вот это человек, который как бы менял, менял, менял. То есть, блин, офигеваешь, думаешь, как так? Я раньше понять не мог, откуда это берется. Почему где-то к 40 годам вот эти вот бывшие такие пикаперы, они находят себе какой-то трэш. Так вот, это как раз неприятие собственного возраста. И у них это будет выделено особо. Давайте даже на них рассмотрим. А вы уже сможете прикинуть, как это к вам относится. Скорее всего, как-то да относится, но просто может быть в разбавленном варианте. Меньше. Если вы не пикапер, конечно. Пикапер чем берет? Внешка, молодость. Ну, внешка в полном смысле, там, не только лицо, тело, подкачанность и так далее. Все, умение себя держать, харизма и так далее. То есть, как правило, он будет следить за внешним видом. Все, чтоб с иголочки одет. То есть, для него процесс старения, он очень болезнен. И поэтому именно пикапер как раз и не будет признавать свой возраст. Не-не-не, 40, это я еще мальчик. Он будет заимствовать практически у женщин. То, что сейчас модно. Там, 40-летняя девушка. Очень часто, кстати, такие вижу определения даже в новостях. Вот. Ну, не 40-летняя. Там, не знаю, напали, где-нибудь шла по улице, напали на 38-летнюю девушку. Йоооо. 38-летняя девушка. Беременная девушка. То есть, короче говоря, зачастую мужчины начинают это заимствовать. Они, конечно, себя 40-летними юношами не называют. В принципе, еще до такого маразма не дошли. Но около того. Все равно, 40 еще такой молодец человек. Так вот, что получается? Смотрите, по объективным причинам для него закрыт круг общения 20-18-летних. То есть, если он подойдет туда, ну, не знаю, тусовка стоит в 18-летних. Он подойдет и такой, а-а-а, че пацаны? Вот. Ну, в лучшем случае он в ментовку не уедет за педофилию. Вот. А, скорее всего, его пошлют просто. И те же 18-летние, если будет слишком навязчив, могут морду дать. То есть, его все равно туда не пустят. Он может себя сколько угодно ощущать там на 18 лет, но 18-летнюю тусовку, именно в тусовку, его не возьмут. Не в смысле 18-летние с ним общаться не будут. Будут. Но вот в этот туз, условно говоря, в какую-нибудь вписку его не позовут. Все равно. Короче говоря, ему туда все равно ход закрыт. И у него не будет, что там девчонки к нему 18-летние там массово липнут. Как они липли бы, если бы ему 18 было бы, и он бы себя так вел, уверенно. Все равно этого ничего не будет. То есть, здесь он не получит. Но он при этом опустошит то, что мог бы иметь в 40 лет. Он не получит то, к чему стремится. Вот эту молодость. Но то, что он мог бы получать в 40 лет, уже какой-то опыт жизни, взгляд на жизнь с позиции опыта, он тоже не получит. И поэтому он создаст очень страшную вещь, друзья. Он создаст вакуум. Вакуум в себе. Он выкидывает 40-летние и не получает 18-летнего. И как только человек создает внутри себя вакуум, туда пропаганда вот так вот. Потому что мы постоянно в этой пропаганде существуем. Нам нужно поддерживать внутри себя некое информационное давление. Полезная информация. Давление, которое будет соответствовать давлению пропаганды. Или больше его. То есть, смотрите, пропаганда на вас давит. Это как атмосферное давление. Она пытается просочиться в поры. Условно говоря. Если у вас внутри есть давление полезной информации, она не просочится. Вы наполнены. Если же там пустота, она вас зальет. Сразу же просочится. Все. И поэтому вот этому 40-летнему говорят. Ну, слушай. Чего-то у тебя нет никого. Надо тебе это завести. Вот тут девушка с чудным ребеночком ходит. Вот. Хорошая девушка. Просто чудо. Она знает, чего хочет от жизни. И ему это все заливается. Вот. Это не какая-нибудь там 18-летняя, которая не нагулялась. Она еще там бегает. А это она уже хорошая девушка. Девочка. Знает, чего от жизни хочет. Она уже мужчину понимает. Вот ребеночек чудный. Там. Лох. Он. Ему и свои дети мешают. А настоящему мужчине и чужие не помеха. Да и вообще чужих нет. Как-то дети могут быть чужими. И ему это все в уши просто. Пошло. Это как. Не знаю. Как в иллюминаторе уже вода заливается. Все. Корабль ко дну пошел. Да. Девушка. Вот. С ребеночком. Еще одним беременна. Такая девушка прям классная. И все. И заливается. И реально ко дну. Так вот. Чтобы этого не было. Вы не должны вакуум создавать. Не выкидывайте из себя ничего. Что не является мусором. То есть. Если у вас пропаганда. Зашла. Тогда да. Вот ее то и нужно откачивать. Но я говорил. Что откачивать. Заменяя сразу. Полезными вещами. Потому что даже пропаганду из себя выкинув. Вы создадите вакуум. И она обратно залетит. То есть. Ну не знаю. То же самое. Что из дырявой лодки. Черпать воду. Она заливается. Быстрее чем вы вычерпываете. Но вы продолжаете вычерпывать. Но все равно утонете. То же самое здесь. Дырку залатали. Воду вычерпываете. Лодка заполняется воздухом. Это вы не видите. Что она чем-то заполняется. Она заполняется воздухом. Но не вакуумом. Если бы это был вакуум. То есть. Грубо говоря. Из подводной лодки. Там выкидывать воду. Но ничего не добавлять. Ну. Там либо сдохнут все. От отсутствия кислорода. Либо. Соответственно. Это самое. Вода обратно зальется. Вот здесь то же самое. Попробуйте вкусить свой возраст. Вам же даже не дают соответствовать на возраст. Вы получаетесь таким дурачком. Как бы. Сорокалетний дурачок. С сознанием 18-летнего подростка. Но. Там даже 15-летнего. Но. Которому не дают пользоваться. Няшками 15-летнего. Потому что тело ваше. С вами не согласны. Оно уже не на 15 лет. Здоровье. Другие. 15-летние. Действительно 15-летние. Они тоже как-то глядя на вас. Не считают вас 15-летним. Тоже как-то у вас диалог-то не особо идет. Все равно они к вам обращаются. Они большего о вас мнения. Чем вы о себе. То есть они к вам обращаются в массе своей уважительно. Как к старшему товарищу. Они же не знают, что вы хотите. Усердно хотите быть идиотом. Они может и стали бы обращаться к вам. Ну как бы. Жалко что ли. Ну хочешь человек идиотом быть. Вот. А они-то этого не знают. И они к вам более-менее уважительно обращаются. Вот. Но и здесь вы ничего не получаете. Короче. Позвольте себе быть того возраста, которого вы есть на самом деле. И самое-то главное, что вас начнут сразу не принимать. Вы получите подтверждение правильности, что вас не будут принимать. Почему? Потому что, во-первых, вы не хотите вакуум создавать. И у вас пропаганда не заливается. Ну ты чего уж это, как говорится, один-то. Да мне 40 лет уже. Вот даже просто человек один остался там. Какие-нибудь отношения развалились. В 40 лет такой будет искать там, не знаю, с цветочками бегать. Ну ты дурак что ли. В принципе 40 лет. Неужели у тебя нечем больше заняться? Вот. А как же я без девки? А как же я без отношений? Блин. Ну вот ты в 18 лет не знал. У тебя гормоны били ключом. И ты не знал, как же без отношений. И ты в 40 лет не знаешь, как без отношений. Как же я без девочки, там без девушки. У меня девушки нету. В 40 лет тебе больше заняться нечем. Реально. Мир посмотреть, почитать. Понять что-то с позиции опыта. Видя в мире все то же самое. Уже смотреть на это через огромную лупу опыта. И получать информации намного больше. И тут ему говорят, что что ж ты один? Да один, надо кого-то найти. Кого ты найдешь? Ты найдешь себе там, если это будет хотя бы ровесница. Это будет уже, ну в общем-то физиологически бабушка. Это уже начало такого старческого возраста. Она себя может девушкой, девочкой, там девчонкой называть. Но факт. Это уже хорошо вторая половина жизни. Для основной массы людей. Это будет зашквар полнейший. То есть там с кучей партнеров, отношений. Вы что, в 40 лет себе найдете ровесницу, там, ну девственницу какую-то? Или же там одни-двое отношений? Вы найдете себе полный зашквар. И вы что считаете, что она также будет думать, что нехорошо быть одной? В 40 лет, если у вас нету прагматизма, думаете, и там его не будет? Да там просто ресурс, скорее всего, будут искать. И все. Займитесь чем-то другим. Ну вот в 40 лет не занимайтесь вот этой дурью. 18-летнюю, а как же, а как же я один буду? Поэтому на вас будут обижаться, мягко говоря, за то, что вы не втягиваете как вакуум. А во-вторых, рядом с вами, ну, слишком будет очевидна вот эта глупость девочек, 40-летних девушек. То есть, когда к вам подойдет какая-нибудь девушка, там, 50-летняя, а вам 40, и вы себя считаете, ну, подаете как мужчина. У вас не отбито ничего, вы понимаете, что 40 лет, как этот, джентльмен удачи. Большая часть жизни уже прожита. Вот, то девушка 50 лет на вашем фоне будет смотреться, ну, весьма-весьма странновасто, скажем так. И за это она вас тоже будет ненавидеть. Вот когда вы молодитесь, то да, ну, вы пацанчик, она девчонка, все нормально, там, 50-летняя. Только вы учтите, что вы из статуса пацанчика получаете необходимость на свидание с цветами приходить исключительно и оплачивать как сперматоксикозник счета в кафе. А она получает из статуса девушки ухаживание, как за девушкой, вот именно это, цветы и оплату. И как бы без учета ее послужного списка. То есть вы учтите, что молодясь, вы получаете очень разные няшки. Вы в минус уходите, она в плюс. Вы платите, за нее платят. Поэтому как бы то, что ей приятно, там, может быть, быть девушкой, ну, неприятно, выгодно, выгодно. Это еще не значит, что для вас это то же самое. И поэтому, когда вы посмотрите, скажете, а что, ну, неплохо, да, там, в 40 лет считает себя девушкой. Буду-ка я себя юношей считать. Юношей считать, это бабки доставай и считай. Поэтому для вас это неравнозначно будет. Мягко говоря, неравнозначно. И вас за это начнут ненавидеть. Ну вот, такие соображения. И да, друзья, когда вы начинаете воспринимать свой возраст таким, какой он есть, вы столько с этого няшек получаете. Вам столько открывается того, что не открывалось в молодости. Вы реально, ну, возраст интересная штука. Интересно смотреть, как, да, стареешь в том числе. Можно и так это назвать. Развиваешься. Можно назвать стареешь, можно назвать развиваешься. В принципе, и то, и другое правильно. Это интересно. Это, по крайней мере, не то, что стоит сменять на такого дебила 40-летнего, который это, мальчуган побежал 40-летний. Ну вот, такие соображения. Продолжение следует.